Ребята, всем привет! В этом видео я бы хотел вам рассказать, как попасть в Великобританию на сбор клубники, ягод, на сезонные работы, в общем. Смотрите, в моей стране, в Украине, существует... Ну, я буду рассказывать на примере Украины, да? Существует очень большое количество разных агентств, которые предлагают свои услуги, то есть они контракт с вами заключают, делают вам визу, ну и устраивают за границу, да, в Великобританию, там на сбор клубники, ягод, как я уже сказал. Но это стоит, короче, недешево, такие услуги. Они колеблятся от 500 до там до 700 долларов. Потом, кроме этого, вам надо еще заплатить порядка 290 долларов за визу ТР-5, вот, потом за билеты на самолет, ну и еще, естественно, какие-нибудь денежки с собой. Ну, это выходит в крупную сумму, да, там выходит за тысячу долларов, там даже порядка 1200 баксов, только чтобы сюда попасть в Великобританию на работу. Как бы платишь такие сумасшедшие деньги, просто чтобы иметь возможность работать. Ну, это как-то, ну, нелогично, глупо. Вот, и какой выход? А выход, ребята, есть. Выход, ребята, заключается в следующем, что можно обойти этих посредников, которые берут за контракт, который заключается с вами между вами и прямым работодателем, да, в Великобритании, вот, на этих фермах. Можно их обойти и найти прямого клиента в Великобритании, например, того же самого человека, который, да, представляет работодателя, связаться с ним, потому что они тоже заинтересованы, ну, в людях. И вам попросту надо найти таких людей и напрямую с ними заключать эти все контракты, которые обойдутся просто прямо в ноль. Они не возьмут с вас ничего, потому что они в этом заинтересованы, чтобы вы пришли, да, и работали. Вот. Обходите, значит, этих агентов, которые берут свои 500-700 долларов и идете на прямых работодателей. Вот. Я повторяюсь, у них там есть люди, да, русскоязычные, которые с вами могут спокойно там договориться, отправят вам все необходимые документы. Находите таких людей и они должны вам отправить документы, которые вы там будете заполнять. Там очень много этих документов. Ну, как много? Порядка 15-16 листков, которых нужно заполнить. Там вопросы не очень тяжелые, но их там, ну, большое количество. И их еще будет больше, когда вы, когда будет подходить то время, когда вам уже нужно будет вылетать за границу, ну, в Великобританию. Там буквально за, за двое суток, да, вылета за сутку. Не, вернее, за две, за три сутки. Вот. Заключаете там все эти документы, да, регистрируетесь и вам говорят, когда нужно пойти подавать на визу. Вам отправляют приглашение. Ну, и, соответственно, я знаю, что делают визы в Киеве. Идете, подаетесь на визу. Что еще самое главное, есть платные и есть бесплатные места. Вот. Платные места стоят порядка две тысячи гривен. Да, чтобы просто пойти и подать на визу на TR5, чтобы полететь в Великобританию. Как бы это странно не звучало. И, конечно же, есть и бесплатные. Бесплатные тоже так же само предоставляет вам человек, который представляет прямых работодателей. Да, прямых работодателей, получается. У них есть бесплатные места, но это, об этом, ну, это нужно уточнять. Но все же таки, все-таки такое есть. Вы подаетесь на визу, которая делается там порядка от одной недели там до четырех недель. Вот. Ну, получается месяц. Но люди все достают визу, ну, намного быстрее. Там за две недели фактически все достают, насколько я знаю. Вот, потому что общаюсь с этими ребятами. И когда у вас уже виза на руках, вас прямой работодатель держит в курсе, когда вам надо вылетать. вот. Конечно же, до вылета вам за два дня, за 72 часа вроде бы. За 72 часа вам надо, короче, сделать тест на коронавирус, что у вас негативный тест, что не позитивный, чтобы вы могли вылететь, да. Вот. Конечно же, перед вылетом вы еще будете заполнять некоторые вопросы, некоторые бумажки, чтобы вылететь. Потом, в назначенный день, вот, когда вам, ну, когда у вас, какие числа куплены билеты, идете в аэропорт, на регистрацию вашего рейса, и все эти бумажки, которые вам отправили, да, в электронном виде, все эти бумажки должны быть у вас распечатаны. Какое количество бы их там не было, там, не знаю, 10, 15, 20 бумажек, все оно должно быть распечатано, все эти документы должны быть у вас при себе, чтобы потом не искать, не вспоминать, где вы, куда вы их поставили. Все должно быть четенько, все заполнено. Вплоть до того, какое у вас место в самолете, вплоть до того, какой у вас рейс самолета, никакой буквы не должно быть, ни в каком, вообще никакой не должно быть ошибки. Потому что у меня, ребята, была раз такая ошибка, неправильно было указано место в самолете, и неправильный был номер рейса. Почему? потому что оно само ну как бы автозаполнение было и когда я уже прошлый раз летал самолетом то с прошлого раза она короче сохранилась и просто автоматически увелось я не посмотрел да не вернее еще тогда не сделал чек-ин вот не сделал чек-ин и не знал точно какое у меня место самолете какой рейс откладывал это до конца потом конце не посмотрел и когда я показывал в аэропорту на реестрации все эти свои бумажки показывала билет на самолет потом показывал passenger locator form это короче заполняется такой бланк электронный в котором ты указываешь где ты будешь проходить обсервацию есть ли у тебя тесты которые ты будешь сдавать ну проплачены все должно быть там четенькой правда плана правильно потому что вас заставит все это переделывать аэропорту интернета нет то только если у вас есть ну интернет на телефоне плюс если вы плохо знаете английский язык а я уверен среди вас такие есть потому что я из ну как бы сам по себе сужу я ну сам очень плохо знаю английский это все знаете этот весь перевод от гугла кое-что ты там ну сразу не можешь понять короче все должно быть четко все должно быть четко иначе в одну скажут все переделать после того как вы прилетели великобританию великобритании даже если вы плохо знаете английский язык вы просто все эти бумажки вываливаете все показываете вот они это все пересмотрят и для вас как бы ну все упрощено гораздо потому что вас страна как бы как бы ждет да потому что чтобы пришли и собирали эти все плоды продукты ягоды вот потому для вас все намного будет упрощено они просто посмотрят порядок порядок все иди потом в аэропорту есть конечно же интернет бесплатный в этом подключаетесь ну интернетом пор порядка на полтора часа бесплатного подключаетесь связывайтесь с человеком который должен должен был вас уже ждать может он уже вас ждет там с табличкой да вот либо связывайтесь и говорите что вы уже приехали и он за вами приезжает он конечно же за вами все-таки приезжает по-любому и отвозит вас на ферму где вы будете поначалу 10 дней проходить обсервации получается так что для людей которые приехали на сбор там этих всех плодов до ягоды и получается для вас упрощенная гораздо система для этих людей упрощено все потому что они обсервации будут проходить в этих домиках которых живут там получается территории на территории там не знаю некоторое количество энное количество этих домиков и в каждом домике живут себе люди там пары или просто ну короче люди которые приехали там проходят сразу обсервацию получается ты далеко от своего домика ну не можешь выходить потому что ты проходишь самоизоляцию на второй день как ты уже прилетела великобританию ты делаешь себе тест вот делаешь его сам конечно же отправляешь тебе приходят результаты и на восьмой день тоже тоже делаешь тест тесты вот на 10 ты уже можешь быть освобожден и можешь уже там идти там собирать ягоды куда там тебя на под направят вот такая вот ситуация если вам ребята не тяжело я уверен вам не тяжело не тяжело пожалуйста подпишитесь поставьте лайк комент комментарий какой-то что-нибудь спрашиваете если вам интересно постараюсь по возможности ответить на все комментарии вот так что всем спасибо всем пока